Еще больше культуры и искусства. На улице Советской открылся музейно-выставочный центр, отдел Ивановского историко-краеведческого музея имени Бурылина. Здание длительное время было закрыто на ремонт. И вот, наконец, первый этаж готов. И не просто, а с экспозициями. Можно пускать посетителей. Это могут быть самые разные проекты. Мы не собираемся отбивать хлеб у художественного музея, но и работаем и с художниками, и с молодыми художниками, и с какими-то увлеченными людьми, энтузиастами, коллекционерами. Также какие-то проекты могут подобного рода и в холле устраиваться. По мере ремонта других помещений этого комплекса, ремонт будет происходить и в этом году, он продолжится и в 2018 году, мы собираемся создать сквозную краеведческую экспозицию на втором этаже. Вниманию посетителей представили сразу три выставки. В первом зале развернулась экспозиция из фондов историко-краеведческого музея «Красный ветер». Она посвящена 100-летнему юбилею революции 1917 года в Иваново-Вознесенске. Здесь можно увидеть агитплакаты, знамена, панно из тканей, выпущенных на текстильных фабриках нашего края, а также исторические фотографии. На фотографиях мы с вами видим этапы, как преобразовывался наш город, как появлялся рабочий поселок, фабрика кухни, дом коллектива, 400-квартирный дом, как появлялся химико-чинологический институт, театр массового действия, наши фабрики-гиганты. Вот об этих великих преобразовании, об их ритме рассказывает наша выставка. В холле нельзя пройти мимо еще одной выставки «Дива под микроскопом». Все экспонаты здесь из Питерского интерактивного музея микроминиатюры. Эти почти невидимые глазу произведения искусства меньше миллиметра, и создал их ученый из Новосибирска Владимир Анискин. У каждого экспоната увеличительное стекло или микроскоп, потому что столь тонкую работу увидеть невооруженным глазом невозможно. Мастер использует такие материалы, которые в принципе все мы знаем. Это маковое зернышко, виноградная косточка, рисовая косточка, волос человеческий, конский волос. Он научился даже просверливать волос конский, изнутри делать его полым, а потом еще туда разместить розу, выполненную из пылинок. Можете себе представить? Эта работа есть у нас на выставке, вы обязательно ее увидите. И последнее, но не по значению, выставка авторских кукол «Маленький принц». Здесь можно увидеть экспонаты разные как по технике, так и по тематике. Есть тряпичные народные игрушки – куклы папье-маше. Все экспонаты уникально выпускались в единственном экземпляре. Кроме этого, здесь можно увидеть коллекцию Барби от известных дизайнеров – Боба Мейкли, Кристиана Диора, Версача. Тематика – это, конечно, детская тема, «Маленький принц» в первую очередь – это изюминка выставки. А также есть герои разных сказок – старуха Шапокляк, Иван Царевич с лягушкой, Боба Ягая и так далее. А коллекционные куклы Барби – они тоже представлены в образах. Выставки будут работать до 2 июля. Это открытие сотрудники центра называют тестовым. К сентябрю здесь планируют полностью завершить все ремонтные работы и торжественно распахнуть двери для посетителей, художников и коллекционеров.